начнем у нас с вами этот вебинар посвящен двум вещам вещь номер один это выход новой версии динамо и динамо я буду его называть и второе это выход новой версии инструмента динамо не знаю знают про него все не все многие не многие ну посмотрим и все это опять же еще было приурочено ну скажем так или идеально совпало с выходом 19 варю и туда точно сначала выше 19 9 потом на следующий день вышла версия 1 3 3 и потом буквально там через какое-то количество дней вышла версия 20 и так все какие то вопросы у нас так запись идет запись идет не волнуйтесь мы потом выложим на youtube поэтому все нормально так доброго дня это не вебинар доброго дня вам это вебинар так я буду иногда отвлекаться на вопросы которые нас учат и идут поэтому не пугайтесь так значит у нас вышла новая версия 2 и вслед за ней где-то наверное недельку спустя или полторы мы тоже подсуетились и сделали новую версию дайна причем также как и в случае с динамо это не просто была версия которая поддерживает 19 9 стала его поддерживать и совместно стала поддерживать новую версию динамо эта версия получила еще ряд тоже нововведений интересных функций некоторые из них довольно таки давно пользователи тоже просили и как раз мы это тоже все будем смотреть начнем конечно мы с динамо для тех кто не совсем в курсе я поясню что вышла не просто новая версия вышла так называемая новая ветка потому что все версии динамо они идут не по годам в отличие от автодеска они идут по версиям версии в свою очередь группированы большие ветки и первая ветка была нулевая то есть это первая цифра версии нулевая потом была первая ветка сейчас вышла вторая ветка они значительно друг от друга отличаются не столько по прямо вот идеологии либо по каким-то очень разным функциям они отличаются больше внутри по своему внутреннему строению по своей совместимости и так далее и в нулевой ветке которая уже в принципе достаточно старенькая такая там наверное наиболее популярная версия была 0.9 и ее там какие-то разновидности 0.9.6 еще какие-то 0.9.8 некоторые до сих пор ими тоже пользуются особенно за рубежом там вообще любят старые версии не только динамо но и ревит и всего остального и потом была первая версия и до сих пор пользуется основное большинство людей причем самая последняя версия 1 1 3 1 3 3 она действительно получилась достаточно удачная она там более-менее стабильная и ей продолжают пользоваться многие люди до сих пор я думаю что какое-то время будет продолжать и пользоваться потому что версия 2.0 которая вышла она является собой дальнейшее развитие этой программы причем развитие как водится у динамо больше внутри чем снаружи снаружи не так все как бы отличается сильнее вроде так поглядишь и почти все одно и то же но внутри отличается и как правило каждая ветка она либо плохо совместима либо вообще не совместима друг с другом и в частности что касается второй ветки то вторая ветка с первым не совместима в том плане что конечно скрипты сделаны в первой ветке вы откроете во второй но наоборот вы уже не откроете и так же как и в случае с ревитом по моему нету экспорта в прежней версии вот так что будьте внимательны если у вас есть уже готовые скрипты и вы установили вторую версию то будьте с ними аккуратнее не открывайте точнее открывайте да но не сохраняйте либо сохраняйте по другим ему потому что иначе вы их потом в первой ветке не откроете также основное была всегда особенность в том что все версии программы внутри одной ветки они устанавливались переписывая друг друга да то есть вы не могли установить например версии 1.2 и 1.3 версия 1.3 просто затирала более старую но что касается отдельных веток они всегда ставились параллельно то есть вы могли поставить версию 0.9 и вы могли поставить версию там 1.2 например и пользоваться либо то либо другое и такая же ситуация происходит сейчас и с веткой 2 ветка 2 она может параллельно устанавливаться с веткой 1 что в принципе с одной стороны хорошо потому что мы можем использовать эту другую другой стороне это не очень хорошо и вот почему специфика работы динамо его ядра состоит в том что ядро загружается в память при первом запуске то есть когда мы идем на вкладку управления не нажимаем там эту кнопку если у нас установлено несколько веток не версия именно где тогда то он нам предлагает выбрать и вся штука вся штука в том что пока мы этого не сделали то есть вот до этого момента у меня ни одно ядро не запущены способе динамо как бы не загрузил в память и когда я выбираю какую-то версию то динамо загружается в память и вот это ядро она в памяти держится до перезагрузки рейта то есть иначе говоря если я запускаю вторую версию то пока я ребят не перезагружу я например снова запустить ветку 13 не смогу всегда будет запускаться на 2 вот это нужно иметь ввиду и свою очередь дайна мэра тоже учли и я об этом буду более подробно потом рассказывать когда расскажу про динамо и когда мы это все запускаем то с виду наверное первое что бросать в глаза это немножко другая организация библиотеки модов она в принципе действительно несколько иная хотя абсолютное большинство всех нодов осталось прежними вообще что декорировать сами разработчики почему они называют вторую ветку таким достаточно большим шагом вперед по сравнению с первой потому что они как это написано в официальном брифе на сайте они адаптируют само ядро для использования в том числе и в облачных сервисах и они адаптируют саму систему динамо чтобы мы могли просто не использовать в рейтинге просто не могли использовать на настольных компьютерах но и могли запускать скрипты там через клуба облака как это будет сделано конкретно они пока не раскрывают то есть как бы покровы нам сорвать не получится просто они говорят о том что это будет возможно и над этим уже идет работать и какие-то вещи которые будут в дальнейшем использованы они уже здесь тоже заготовлены скажем так они не влияют на нашу с вами работу то есть она никак по большому счету сильно не изменится во второй версии но предпосылки есть и самая главная предпосылка это на самом деле она не самая главная но она самая такая бросающаяся в глаза как я рассказал это несовместимость прежней версии несовместимость из-за того что изменился формат файла формат файла расширение такое же но внутри он другой и если раньше файл был по сути текстовым файлом которые в котором описывалось все эти данные да вот на этой сцене виде языка разметки xml то сейчас формат файла в разметки так называемый gson это разметка которая очень хорошо прижилась на различных серверных приложениях на сервисах облачных и всяких таких вот других современных штуках поэтому решено было именно его использовать если мы сами посмотрим на разницу так вот например есть сейчас вот я посмотрю если нет какие-то скрипты ну вот например я специально сохранил есть вот такой скрипт и я его сохранил во второй версии то есть ветки 2 старая ветка он выглядит примерно вот так внутри ну то есть такой xml он не очень читаемый он имеет такую довольно таки монолитную структуру и второй файл просто пересохранен он имеет уже совсем другой формат вот такой здесь абсолютно другая структура файла действительно другая она отличается именно по своему строению я не говорю сейчас про оформление вот проводите вот все синтаксисы синтаксис да другой но кроме того и строение файла другое и если внимательно покопаться ну для тех у кого руки чешутся как у меня например то станет понятно что основное различие между старым файлом и малым файлом заключается в том что заключается в том что все данные в этом файле разделены на логику и на представление сцене то есть есть отдельный блок где описываются много их свойств от них какие-то настройки это вот этот вот сюда блок но много и там пошло 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 а есть потом еще отдельный блок который описывает только то как эти ноды видны в пространстве вот в этом как где мы их видим вот здесь как они размещены как они соединены проводами и так далее это сделано специально для того чтобы можно было потом на разных платформах например не только на платформе windows но и на облачной платформе какой-нибудь там где-нибудь на облачном сервисе будет через ford сделаться или это будет не через ford что-то пока неизвестно но такое разделение это фундамент того что в дальнейшем эти сцены и эти ноды будут использоваться не только на данной платформе и может быть и не только привязки к ревиту то есть разделение логики и разделение каких-то видовых или графических свойств я много вот в этом файле в этом новом формате файла она присутствует и сами в общем-то разработчики говорят о том что ноды они впоследствии станут по сути не неким такими веб-пакетами то есть некими маленькими такими веб-единицами их можно будет запускать не только в Revit не только там в Dynamo вот в этом окне а можно будут в браузере не знаю наверное некоторые в курсе что у команды разработчиков Dynamo есть экспериментальный такой проект это облачный Dynamo где на данный момент можно запускать очень ограниченное количество скриптов потому что там нет например нодов из дополнительных библиотек из веб-клорка еще откуда-то там нету нодов например для Revit ну то есть там самая такая базовая самая-таки базовая встроенная нода поддерживается и все и вот эта вот парадигма когда нод становится маленьким таким веб-блоком она как я думаю я так подозреваю она позволит все-таки именно на области в дальнейшем запускать полноценные нормальные скрипты там и делать прям полноценные какие-то веб-сервисы это конечно очень круто но будем этого ждать надеюсь что не 10 и не 20 лет это все-таки как-то пораньше это будет вот то есть получается вот такое различие в файлах ну и заодно можно заметить что новый файл он на самом деле даже больше чем старый причем тут он в два раза больше когда проводил эксперименты то у меня были значит случаи что и в три в четыре раза он больше получается он то есть как-то так кажется да что вот вроде новый формат должен быть компактнее по логике вещей да и по логике вещей действительно сам джесон формат он действительно более компактные в как бы при равных условиях чем xml но вот тут он более раздутый получился просто потому что они разделили как бы логику и разделили представление информации на два блока то есть получилось больше информации но тем не менее все равно это будет все удобнее переносится потом вот это основное скажем так нововведение не основное а одно из ключевых которые декларируют разработчики второе изменение которое они довольно таки настойчиво и подробно декларируют это перестройка библиотеки нодов стандартной библиотеки нодов потому что как бы вот считалось что старая библиотека нодов точнее ее строение я специально вот запустил другой revit где запустил версию 1.3 то есть можно увидеть разницу вот когда старая все а вот новое все с виду вроде как понятно да что что-то меняется но что конкретно пока не очень понятно как я вам сказал абсолютное большинство нодов они остались прежнему то есть какого-то такого идеологического сдвига его во второй ветке нету хотя он бы не помешал все-таки в нодах не все скажем так прямо стройно сделано и не все они в единую стройную структуру сделаны как этого бы хотелось но тем не менее это опять же будем считать что первый шаг изменения в основном коснулись тех категорий нодов которые считались ну не очень понятными для остальных пользователей ну например вот старая версия у нас есть категория баутин да да тема где находится ну так называемый строй ну вот это то что самые такие базовые ноды которые выполняют одни из самых примитивных действий они полностью универсальная то есть как бы такие вот мастера на все руки но примитивные и есть у нас категория кор где собраны тоже базовые ноды да но они уже по группам поделены там для работы со списками для математической библиотеки и так далее и видимо да еще тут есть у нас категория значит этих каких операторов это тоже по сути логические ноды тоже выполняют около математические такие действия получается и так далее и основные изменения коснулись как раз таки вот этих вот категорий которые вроде как универсальные да но вроде как почему они разные не очень понятно почему они разные а вот видимо это много сдавалось толка и вот эти вот группы они в основном подверглись перестройки и это перестройка заключается в том что группы по сути были разгруппированы то есть например все что касается корневых нодов лист стала отдельная группа input стала по моему отдельная группа математика стала отдельная группа но все группы которые так или иначе подходят к ним они были включены в них то есть например логика и операторы были по моему включены в математику допустим какие-то еще из нодов встроенных они были включены в лист то есть если но так или иначе работает со списками а встроенных нодов таких полно то они были включены в категорию лист то есть была произведена перегруппировка чтобы во-первых уменьшить количество групп во вторых структурировать ноды ну что ли более с одной стороны предметно и те ноды которые но они как непонятно куда отнести все таки куда-то отнести очевидно чтобы все было те категории которые и так достаточно очевидные были они остались не тронутым например геометрия геометрическая библиотека здесь так что достаточно очень неплохо сделано все понятно что почему осталось не тронутой и поэтому здесь мы видим уже такую структуру да к ней придется привыкнуть тем кто уже работал с веткой 1 и привык к старым расположением нодов например так как я потому что где сейчас искать многие ноды отчет кто знает тут где-то могу показаться где-то я не знаю приходится в поиске смотреть и как бы значит их искать вот и выясняется что они там в каких-то местах находятся то есть если мы сейчас вскроем математическую библиотеку то она стала уже подкатегорийной то есть раньше там все было свалку навалено сейчас уже идет по категориям операторы та же самая логика то что было свалку навалено раньше стало просто математическими функциями примерно то же самое у листа раньше там все было навалено свалку теперь она рассортирована по тому чего она делает то есть функции там для генерации списков на функции там для модификации списка для организации переструктурированных списков и так далее ну в принципе наверное да это к этому надо привыкнуть по она будет в результате удобнее то что касается категории ревит она и так была тоже понятная достаточно она тоже осталась не тронутая вот опять же стринг раньше был в кор то есть корневых нодах но так же как и математику так же как и списки вынесли в корень ну это наверное это наверное правильно и как наверно все уже успели заметить все пакеты нодов которые дополнительно установлены они теперь в отдельной такой подгруппе чтобы они просто не сливались то есть раньше я повисну где располагаются ноды целиком это выбирал создатель этого ноды и он его мог расположить как в собственной папке так и вписать структуру библиотеки стандартной то есть вот здесь вот если мы посмотрим старые версии то то что например вот здесь у меня есть категория биморф ноды есть категория ampersand есть категория там launch box то что эти ноды все находятся в своих папочках это просто потому что создатели так захотели но в репозитории нодов огромное количество нодов где создатель не так чтобы аккуратно подходят к этому и в принципе эти ноды могут быть раскиданы где угодно они могут быть стандартных категориях они могут быть там черт знает где и в новой версии с этим но вели порядок очень таким бескомпромиссным способом просто у каждого пакета сейчас своя подгруппа и там они уже организованы так как их организовали их создатели вот все ну может быть надо тоже к лучшему что еще сходу я заметил я заметил что поиск стал работать с одной стороны по адекватнее то есть в ветке один многие жаловались на то что поиск работает но откровенно странно будем так говорить видимо потому что он осуществляет поиск не только по имени ноды но и по его описанию по его тегам которые у нодов тоже есть и там черт знает почему и поэтому если я там пишу там слово string то вот здесь у меня сразу вывел как бы но это далеко не всегда далеко не для всех нодов работает иногда приходится чуть ли не полный имя надо написать чтобы он вообще в первую строчку вылез и вообще вылез хоть как-то я уж не говорю про там десятую или еще какую-то здесь он стал работать с одной стороны по адекватнее но с другой стороны он стал работать ощутимо медленнее я не знаю с чем это связано но он реально он реально подтормаживает там допустим я вот что-нибудь пишу мне реально прям тормозит все что еще поиск испоганился тем что если раньше он начинал в принципе адекватно искал даже очень короткие ноды например у нас есть ноды в разделе операторы которые очень коротенькие буквально выглядит как такие значки да логические операторы то есть там плюсик здесь есть арифметические есть логические соответственно плюсик там ндн вот эти вот две палки это логическое или называется и они спокойно спокойно искались без каких-либо проблем в новой версии они не ищутся то есть я могу начать что-то вычет он просто не работает ну то есть опять же не знаю с чем это связано то ли потому что он начинает только с двух искать а сегодня вернуть он еще что-то в общем печально но тем не менее можете справиться что еще давайте о печальном сделан такой нестандартный вебинар обычно на вебинаре сразу там как бы из позитива начинаем да мы с вами начнем с негатива чтобы потом перейти на позитив и закончить на хорошей ноте сломаем шаблон так сказать вот что еще из негатива причем это касается на самом деле не динамо это касается 19-го ревита даже хотел начать вебинар с показа именно на девятнадцатом ревите потому что мы станете все прогрессивные могут два последних версиях хотим работать но как видите у меня запущены семнадцати три потому что те кто попробовал запустить динамо на девятнадцатом ревите и это касается не только динамо второй ветки это касается любой ветки они обнаружили следующую вещь вот у меня 19 ревит и вот динамо соответственно если оставляю какой-то нот любой неважно то при попытке вообще производства каких-то клавиаторных сочетаний в этом окне клавиаторные сочетания просто на такси не работают банально я хочу его удалить я нажимаю дарить но у меня ничего не удаляется более того мне 3 что сказал почему туда окно сохранение вывел в чем дело дело в том что почему-то в девятнадцатой версии потом путин открыл крымский мост но у нас там интересует так девятнадцатой версии ревит перехватывает клавиаторное сочетание окна динамо это значит что когда я нажимаю какое-то клавиаторное сочетание динамо она на самом деле нажимается в ревите и это очень большой файл то есть вот стенка выделяю вот здесь удаляю удаляется стенку это значит что в девятнадцатом ревите пока как-то не очень хорошо пользоваться динамом то есть неудобно да причем опять же уточню это не вина второй ветки это вина девятнадцатой версии я не знаю надеюсь что какой-то там сервиспак выпустит что-ли какой-то hotfix потому что ну это файл вот поэтому мы будем делать это все на восемнадцатый далее что еще те кто пользуются дайна или те кто пользуются даже динамо плеером они наверное знают что для того чтобы вот динамо плеере или дайна появились строчки так ссылка на запись видео будет выслана на почту она будет на ютюбе то есть мы это все выложим на youtube на наш youtube канал который так называются прорубин и в этом все сможете посмотреть когда угодно потом вот возвращаемся так вот чтобы у нас в динамо плеере или дайна появлялись строчки входящих параметров но это вот на вот чтобы начали появляться какие-то цепи вот чтобы начали появляться какие-то цепи строчки которые позволяют завести параметр и запустить скрипт не запуская динамо для этого скрипт в динамо должен быть специальным образом точнее не скрипт а нот да вот это нот так называемый входной нот который мы можем задать ему какое-то значение и отправить скрипт на запуск так вот этот нот чтобы он здесь отобразился и чтобы он отобразился в том же самом проигрывателе динамо он должен быть специальным нотом помечен например у нас есть входные ноды обычные буллин да и у них в контекстном ней есть свойство которое называется является вводом так вот в ветке 1 это свойство оно по умолчанию отмечено то есть оно всегда вот так вот включено и это значит что если я устанавливаю нот буллин то он меня там будет уже появляться да я вот он могу переключать и запускать скрипт во второй ветке это свойство во первых оно по умолчанию выключено то есть имейте это ввиду если уставляете новый нот вам еще если потом хотите его использовать извне да то вам надо его еще включить плюс появилось новое свойство называется является выводом раньше его не было в первой ветке сейчас она появилась она пока никак не используется но я думаю что его специально предусмотрели на тот случай если во первых и чтобы получать не только чтобы не только задавать информацию скрипты при их запуске но и получать обратно какую-то информацию на самом деле дайна уже какой механизм не конкретно такой а свой собственный поддерживает но я думаю что с появлением этой фишки она тоже будет поддерживаться то есть можно будет выводить любую информацию скрипта после его завершения ну пускай хотя пока такого как большого смысла нету но вдруг и самое главное почему я продолжаю говорить о некоторых недоработках это то что раньше это свойство является вводом она была у всех входных нодов и не только входных она была вообще у многих нодов очень сейчас она не у всех нодов и например кое-где его просто-напросто забыли поставить наш пример есть у нас два нода с вами которые достаточно часто используются если вы хотите скрипт затягивать информацию из какого-то внешнего источника например есть нод называется файл пас то есть путь к файлу он позволяет задать путь к файлу через удобную диалог выбора и конечно же тоже самое хочется делать не только в окне динамо но и хочется делать там через дайна через проигрыватель динамо и для этого хочется у него включить свойства является вводом но такого свойства у него нету потому что его забыли сделать являются выводом есть объявляется вводом нету есть очень родственные ему нод и называется варектор пас то есть путь к папке вот родственные ноды они работают очень похожим образом оба возвращают просто строчку просто один показывает диалог выбора файла другой показывает диалог выбора папки а и у этого нода не забыли это свойство то есть его можно использовать так входной этот нод нельзя хотя в первой версии его можно было использовать просто недоработка просто забыли поставить ну бывает далее ну наверное таких прямо откровенных косяков я сходу больше не обнаружил если что-то и будет попадаться то пока мне часто в голову не приходит пойдем дальше следующее нововведение которое достаточно в общем-то неплохое и его в первой версии не было это нововведение связанное с новым режимом переплетения списков как вы знаете у каждого нода есть несколько режимов переплетения ну давайте возьмем какую-нибудь что-то очень простое например логический металлогический даже арифметический оператор от плюс и саму быть проще соответственно буду складывать четверочку буду ставить черточку так 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 и раньше все ноды по они по умолчанию работали в режиме переплетения который назывался кратчайшие то есть и по ну так как чаще там по короткому списку мы делался то есть он вот он такой был теперь появился режим авто и как чаще является отдельным режимом чем здесь дело на самом деле авто сейчас является таким же как раньше был кратчайший небольшая путаница но тем не менее это так и как работали ноды то есть если я подаю единичные значения ноту дает единичное значение смотрим на допустим вот смотрим сюда я вместо четверки заведу список кстати я сейчас демонстрирую еще одно нововведение это оформление списков в кодблоке но я о нем попозже еще скажу вот то есть нот сработал несколько раз потому что он за один присест может кушать только одну цифру соответственно когда я ему подаю три цифры то он их кушает по очереди сначала кушает четверку складывая с пятеркой потом шестерку складывая с пятеркой потом еще раз шестерку складывая с пятеркой получается он как бы выполнился три раза вот и почему эта штука называется по короткому списку в старой версии ветки 1 она так называлась потому что если я в него завожу не пятерку а например другой список допустим 6 там запятая 2 или 8 то у меня получается список всего из двух цифр что происходит я подаю на него значит два списка он начинается когда четверка с шестеркой шестерку с восьмеркой потом он доходит до конца этого списка и останавливается третью цифру он просто проигнорировал поэтому режимы называются по кратчайшему списку и автоматический режим который в малой версии он именно так и работает он остался прежним по сути а возникает тогда вопрос а как же работает режим кратчайший теперь в чем разница я могу переключить здесь я не вижу разницы разницы проявляются только тогда когда я вместо одного из списков завожу одиночное число дело в том что в обычном режиме в обычном режиме автоматическом когда я завожу одиночное число он его и воспринимает как одиночное число то есть по сути режим кратчайшего списка перестает работать и видимо это как-то причиняло нравственную боль создателям поэтому они все-таки такой режим сделали автоматически потому что он действительно не очень соответствует своему назначению это не не кратчайший список то есть вот у нас эта часть она меньше чем вот это но все равно он выполнился три раза то есть уже не по кратчайшему списку то есть он воспринимает пятерочку не как список а как отдельное число и поэтому режим как бы кратчайшего списка уже и не работает поэтому они его переименовали в режим авто а вот кратчайший режим он как раз таки стал более строгим в том плане что он не допускает вот таких разночтений если я включу его то у меня мод выполнится всего лишь один раз почему потому что цифра будет раз как бы распознана как просто список из одного числа и соответственно здесь у нас получается список из трех чисел здесь список из одного числа соответственно нот выполнился по кратчайшему списку то есть всего один раз то есть это более строгое правило без каких-либо исключений то есть как будто бы вот так вот вот в этом отличие и наверное это более логично действительно то есть отсутствие каких-то исключений либо неоднозначности в поведении этих алгоритмов что еще немножко улучшились синтаксис да во первых что касается синтаксиса так называемых кодблоков всеми любимых кто-то уже заметил кто-то нет что оформление списков в кодблоках изменилось раньше были фигурные скобки сейчас фигурные скобки делать уже нельзя если вы открываете старые скрипты то там фигурные скобки автоматически превратятся в квадратные и ошибок не будет но если вы фигурные скобки пишите прямо здесь то это будет ошибка теперь надо писать в квадратные скобки с одной стороны это как бы не канонично почему потому что кодблок это все-таки язык с сиподобным синтаксисом и там используются именно фигурные скобки то есть это канонично для этого языка но квадратные скобки сделали видимо в угоду более похожести на синтаксис питона потому что в питоне для оформления списков используются как раз таки квадратные скобки видимо чтобы люди не особо путались везде одинаково сейчас используется пусть здесь здесь ну может быть оно и хорошо далее в чем еще разница если раньше можно было спокойно переопределять переменные внутри кодблока то теперь этого делать нельзя после определения переменной их переопределять уже нельзя то есть фактически они являются константами в языке все переменные в кодблоке являются автоматически константами если они объявлены внутри этого кодблока о чем я говорил я говорю о том что раньше можно было написать x равно 5 да а потом следующей строчкой можно было написать что x равно 10 и x переопределялся то есть циферка 10 перезаписывалась в x теперь такого делать нельзя после того как x было присвоено какое-то значение x становится константой то есть она становится неизменяемой и это уже ошибка ну я не знаю видимо это было сделано для большей стабильности и работы сложных кодблоков почему потому что действительно у сложных кодблоков там очень много конструкции наворочены есть проблемы с выполнением они иногда плохо выполняются они перестают выполняться либо они перестают выполняться а исправляются только после перезапуска динамо ну то есть есть такие проблемы они видимо были связаны с тем что язык очень такой достаточно гибкий не строгий в плане логических построений своих и чтобы привнести какую-то строгость и видимо большую однозначность обработки вот таких вот конструкций сделали все переменные константами жалко я вот таким приемом часто пользовался но теперь вот типа пользуются к сожалению что делать что еще еще есть изменения в синтаксисе кодблоков связанная с функциями очень немногие пользователи знают что в кодблоках можно делать функции и в этих функциях можно даже делать например условия и циклы как и то не без проблем как все делается просто редко этим пользуются может быть потому что еще это связано с тем что для этого нужно нагромождать конструкции разных а именно о чем я говорю например я могу подблоки сделать функцию она начинается со со слова df и называется допустим давайте сделаем функцию суммы собственную функцию суммы там забыл джеком как положено она будет принимать два значения x и y будет их складывать то есть получается x , y причем было бы еще и правильно если бы я этим x и y указал бы диапазон то есть какие диапазоны данных этот аргумент может кушать за один раз я укажу например var это означает что за один раз этот аргумент будет кушать только одно число точнее даже не число а вообще один любой элемент но в данном случае число то есть я не могу в него загнать список чисел если я попробую в него вот этот список чисел просто каждое число начнет в отдельности обрабатывать и тут напишу var вот дальше у нас объявлялась сама функция кстати вот давайте проверим почему-то оформление списков они сделали в квадратных скобках оформление функции оставили в фигурных ну как бы так ну ладно и внутри тела как раз таки эта функция писалась и там обычно делалось следующая вещь делалось ключевое слово return потом равно и потом например x плюс y то есть примерно как в питоне только в питоне используется слово return господи в питоне используется out переменную out равно там x плюс y да а в кодблоке используется return и если для питона это ну как бы нормально еще да то для кодблока это не являлось каноничным потому что в языках ну практически во всех используется возврат результата без равно и в новой второй ветке они сделали так чтобы можно было просто писать return x плюс y то есть это как бы каноничный это действительно так это удобнее другое дело что потерялась похожесть всем самым питоном то есть здесь они похожесть в списках добавили с питоном а здесь они не убрали и тоже не очень каталогично получается ну да ладно вот то есть вот такая функция потом я ее могу просто напросто вызвать то есть допустим 5 допустим 7 и вызываю эту функция скажем так а и б а и б а и б появились входящие шлоты раз два и функция сработала если я попытаюсь кстати говоря подать какой-то список то функция сработает просто напросто два раза потому что каждое число уйдет по отдельности потому что здесь диапазон ограничен одним числом а не списком или там чем-то еще если у меня тут было например вар вот так то у меня бы весь список целиком ушел бы внутри функции то есть это очень дико можно регулировать что еще из таких очень ну скажем так полезных нововведений это конечно же довольно таки много радости для любителей питона потому что редактор питона был действительно улучшен значительно по сравнению со старым старый был сам по себе неплохой но пользоваться им просто было неудобно в силу того что могу открываться только одно окно это окно было модальным сейчас вот я здесь покажу да у нас тут делит не работает да то есть окно было вот такое оно было модальным то есть здесь нельзя обратно переключиться окно не позволяло сразу же сделать собственную заготовку с кодом и окно не позволяло запустить скрипт если он у вас находится в режиме ручного запуска ну то есть пока окно открыто ничего не запустится и это было жидко неудобно еще конечно очень многим не хватает ну мне в том числе не хватает отладки то есть функции для отладки но функции для отладки сразу же их не появилось и когда они появятся неизвестно потому что это достаточно серьезная работа и наверно просто так это не сделали потребует какого-то времени но тем не менее окно сделали намного лучше а именно а именно вот ставим тормозит позитка окно теперь во первых открывается в немодальном режиме то есть я могу продолжать работать с моим проектом какие-то ноды здесь добавлять вставлять это все конечно очень хорошо окно имеет кнопку запуска я могу запустить скрипт или перезапустить его прямо не закрывая окно это тоже очень круто в третьих если у меня несколько нодов на питоне используется лично у меня это бывает очень часто потому что я не делаю там весь скрипт в одном ноде питона я обычно даже если использую питон в скриптах я использую несколько маленьких нодов которые там как-то логически там друг за другом идут или там перемежаются с обычными нодами и так далее и я могу открыть несколько окон и редактировать сразу несколько окон могу их там на другой экран вывести и так далее это тоже очень удобно что еще если ноды на питоне переименованы меня не опять же не знаю как у вас у меня не очень часто тоже переименовывается потому что я стараюсь писать чего в скрипте находится я обычно пишу префикс пай . и ну чего там находится там например какой-нибудь там make сам текст да вот такого плана чтобы понимать что там внутри а вот и соответственно этот заголовок он теперь пишется здесь конечно понятно зачем это сделано потому что если у меня будет открыто несколько окон то я так сходу могу не разобраться где у меня находится так очень удобно молодцы что осталось прежним да вот все что сразу скажу появилась по камере декларируется возможность не начинать новый скрипт на питоне вот с такой заготовки которая вшита в код программы крепко да а начинать этот скрипт со своей собственной заготовки этой штуки очень очень сильно не хватало потому что как правило у всех есть своя заготовка у меня тоже есть заготовка которая то побольше чем вот это да более это очень пице но радовался я не долго я не знаю можете если тут у кого-то получилось поменять город шаблон в чат написать у меня не получилось я не знаю в чем дело возможно тоже какой-то бак либо я чё-то делаю не так хотя вроде все делаю так поэтому я радовался недолго пока я слышал он что не приделать не смог ну я объясню как он должен по крайней мере по логике вещей делаться этот шаблон создается в папке пользователя то есть users имя пользователя appdata roaming dinamo dinamo core 2.0 как опознать что это имя та папка которая надо ну в ней находится файл с настройками динамо и в этом файле с настройками динамо если посмотреть блокноте появляется новая настройка называется python template file path где и прописывается путь к этому файлу если честно у меня этот ключ был пустой то есть я вот это вот имя файла дописал вручную то есть он у меня был пустой почему-то не заполнился хотя по идее должен был то есть он у меня выглядит сейчас я скажу вам как он на выглядел он выглядел вот так чтобы туда вписать имя файла надо этот ключ открыть добавить в конце как бы ключ закрытия то есть вот так и уже внутрь вписать имя файла вместе с путем конечно и у вас конечно же этот файл должен там лежать в этой папке у меня там лежит вот он это просто обычный текстовой файл с моим шаблоном который я обычно использую для когда начинает рискать писать библиотечки подгружен и так далее так вот вот эта штука не не срабатывает я не знаю почему пока не разобрался если у кого сработает то вы счастливчик вот что еще какие еще попались изменения которые могут быть полезны да кстати что в питоне не изменилось многим не нравилось то что скрипт на питоне не перезапускается если какие-то данные в нем изменились но поясню для тех кто не знает на примере если у нас с вами есть какое-то давайте вот и делаю ручной запуск если у нас есть с вами какие-то новые допустим 5 допустим 6 допустим там x плюс y и плюс y вот то соответственно эти моды они в первый раз после того как я их создал они запускаются но после того как я их уже один раз запустил я ничего не меняю не в динамо не в проекте они второй раз не запускаются они просто используют то значение которое было в кэше это сделано из соображения производительности то есть чтобы те ноды которые не нужно чтобы они повторно срабатывали чтобы они не срабатывали и не занимали время на расчеты это конечно очень правильно эта оптимизация вот и сейчас этого незаметно но это можно заметить ну например на функции на функции рандом у нас есть что рандом которая которая или рандом называется как он называется вот рандом вот она математическая она берет какое-то число любое вот и делает из него случайное число в диапазоне там поряд одного по моему да вот я его запустил но когда я запускаю скрипт еще раз число не меняется потому что я ничего в скрипте не поменял и поэтому ну ничего не поменялось да то есть на самом деле нод не перезапускается и самое как бы обидное что тех кто много делает на питоне как бы раздражает это то что изменение скрипте на питоне не является изменениями ну то есть вина моих не считает за изменения вот в проекте и поэтому такой скрипт все равно перезапускаться не будет то есть то что я например здесь пишу и меня это не является изменением поэтому если я здесь эту функцию рандом напишу она также не будет работать то есть она один раз запустится второй раскрыть просто не будет перезапускаться и для этого используются всякие ухищрения делаются там моды переключалки которые там каждый раз на кресле переключать короче говоря во второй версии это неисправно хотя многим это жаловались к сожалению но в свою очередь мы у себя сделали в нашем пакете нодов которые можно с репозитором грузить специальный нод execution в группе execution который заставляет ноды стоящие за ним все время перезапускаться он сам ничего не делает он просто вставляется куда-то как такой посредник например вот так и он нужно чтобы это был тут получается число зависит от посева вот нужно другая функция чтобы это проиллюстрировать а сейчас попробую посмотреть допустим рандом между двух чисел между одним и другим допустим между шесть это я удалю и десять шесть и три да потом не меняется каждый раз разная теперь функция отрабатывает как надо можете пользоваться этой штукой чтобы эту проблему решить вот что еще что еще что еще так ну наверное да конечно же словаре я чуть не забыл про словаре теперь под бог поддерживает словаре причем достаточно неплохо и что это такое для чего это надо почему это достаточно полезная штука например она не спитоне но в подблоке до данного момента не было попробую объяснить сначала но можно даже не на питоне так то есть когда мы с вами генерируем какой-то список допустим специально давайте возьму 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 и у нас получается вот получается список и у него каждый элемент имеет свой индекс 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 всегда считается с нуля поэтому 0 1 2 3 4 это обычный список там каждый элемент имеет номер словаре каждый элемент имеет не номер а имеет имя так называемый ключ словаря собственно этим словарь и отличается то есть можно не просто по номерам можно по именам и как это делается делается достаточно просто допустим я делаю имя допустим тест и через двоеточие значения тут тоже могу сделать например там тест 1 вот одновременно списки и словари быть не могут так чего не так у меня получилось а да вот оно что в словаре оформляется в фигурных скобках то есть списки в обычных скобках а в словаре фигурных оформляется опять же это то из питона и что мы тут видим мы видим что теперь у каждого значения есть не номер а есть его имя как к нему обращаться да в общем то абсолютно таким же образом если раньше я обращался по номеру в квадратных скобочках и теперь я должен обращаться по имени например тест 1 тест 1 тест 1 и получаю на самом деле фундаментально ничего не поменялось потому что сама система словарей она в нодах присутствовала просто она не поддерживалась в кодблоках но не то что в кодблоках не поддерживалась кодблоки и поддерживали просто нельзя было в кодблоках эти словари создавать их могли создавать только ноды вот сейчас все стало на свои места и словари могут создавать и кодблоки в том числе и ноды и словари от нодов корректно показываются что я хочу сказать приведу пример у нас может быть с вами какой-нибудь список допустим 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 и мы хотим отфильтровать его у нас для этого есть нод называется фильтр байбу маск который фильтрует список на две части с помощью какого-то теста тест может быть допустим x меньше чем 55 тест результаты теста фильтрация так вот этот нод имеет два исходящих слота и out такое редко встречается стандартных нодах обычно все-таки стандартные ноды имеют один исходящий слот но много исходящих слотов обычно имеют кастомные ноды то есть пользовательские всякие там из кокворка там и так далее из ланчбокса либо какие-то ноды которые выполняют очень комплексные действия то есть сложные ноды вот они обычно имеют много исходящих слотов и как к этим слотам обращаться если я этот нод например запускаю в код-блоке я его могу запустить в код-блоке например есть фильтр байбу маск л, м так что такое а скобка так м и л производится фильтрация но я хочу посмотреть только первый слот им это как раз таки есть словари и если раньше у нас вот здесь просто были индексы 0 и 1 то есть все показывалось абсолютно также что прошло то есть что не прошло просто 0 и 1 где-то многим сбивало с толку потому что на самом деле это словарь и обращаться к нему нужно было именно таким образом им и вот теперь это вижу и в первой версии было также просто просто сам нод этого не показывал так как в списке не умели показывать ключи словари сейчас они умеют показывать ключи словари и поэтому все встало на свои места если вы видите но с множеством исходящих слотов это по сути генератор словарей и можно обращаться через ключи то есть имена этих самых слотов это стало более как бы логично и системопрозрачной и для всех понятная вот это конечно плюс что еще конечно вот эти все перестроения структуры нодов они отразились на общем их количестве действительно в первой ветке было ну не то что не сказать что очень много но достаточное количество нодов которые дублировали друг друга в той или иной степени например был нод каунт и был нод лист каунт или был нод флэттен и также был нод лист по моему флэттен то есть они выполняли действительно немножко по-разному работали но раньше на ранних версиях динамо например на нулевой ветке это было оправдано потому что в нулевой ветке не было функции для гибкой манипуляции с массивами данных версии 1 уже эти инструменты появились и эти новые стали лишними наконец-то версии 2 их удалили то есть теперь допустим нет уже двух кодов каунт на остался один мод каунт в листах то же самое со многими другими модами это конечно очень хорошо добавились некоторые дополнительные ноды например добавился нод для выбора цвета он по моему color palette называется нод палетки вот видите всего чего не ищем должен вот он а он в поиске не ищется поиск корявый позволяет выбрать цвет такая вот комская таблица но тем не менее действительно неплохо потому что раньше приходилось пользоваться либо заданием цветов по компонентам либо использованием вот таких нодов из библиотеки clockwork в принципе они мне нравятся всяких цветов много с вами заготовленных но тем не менее выбрать ручную это конечно тоже приятно какие-то функции наоборот исчезли из второй версии просто за ненадобности например если кто-то знает была функция так называемой пресеты не те пресеты которые сдали а вот собственный пресеты в динамо которые позволяли с помощью входных нодов задать какое-то значение сохранить его в пресете потом его вернуть но так как это функция скажем так значит трудовой общественности осталось не понятия не востребовано ее просто-напросто в конце концов удалили ну и скатерть и дорога туда что еще исчезло что-то еще исчезло а исчез режим не так называемые превью upstream если честно я долго не мог понять зачем он нужен и даже сами разработчики по-моему не понимая зачем он был нужен они прям так в грифе и шутят что ну как бы извините пацаны это просто была такая вот мы сами не знаем откуда это взялось но его сейчас убрали то есть этот режим он был завязан с предпосмотром графики но предпосмотром графики которая была сейчас уже сам не помню увязана с каким-то логическим построением нодов по моему короче его убрали можно не париться вот ну и что еще да теперь те ноды которые в ревите извлекают из ревита объекты графические особенно это касается нодов значит тут и threw through the selection которые служат для выбора например элементов select select model elements и думал с оцелек моду элемент select faces мэрик чё там edges то есть все но до которые предназначены для выбора элементов или их части в Revit. Раньше, если эти элементы содержали какую-то графику линейную, то есть кривые, отрезки, еще чего-то, то эта графика сразу образовалась в превью. То есть ноды вот эти, они генерировали эту графику. Сейчас такого нету, то есть если я возьму, нарисую модельную линию в Revit и потом ее выберу с помощью ноды Select Module Element, например, то у меня эта кривая не появится здесь. Наверное, это хорошо. Почему? Потому что постоянно раньше приходилось у этого нода отключать предварительный просмотр, чтобы он не мусорил. Потому что любая генерация геометрии в 3D окне замедляет скрипт. И вообще, если вы делаете продакшн скрипты какие-то, то вообще вот это все отключайте потом, потому что все замедляет их сильно. Сейчас это отключать надо, потому что просто-напросто они не генерируют вот эту геометрию. Вот. Собственно, наверное, это все-таки значимые функции, которые есть во второй версии. Кто-то жалуется, что у них вторая версия, сама поселение очень стабильно работает, не все там скрипты открываются, не все пакеты надо загружать. Пока я лично с таким не встречался. Все пакеты нудов, которые я пробовал загружать, или скрипты открывать, они все нормально работают, и они как бы ругаются, люди глухонят, что очень долго. Ну, а что ты хотел? Что они... У меня, в общем, ничего не глючит, пока я с таким вот не столкнулся. Окей, раз у нас все ругаются, то идем уже дальше и перейдем к дайна. Я постараюсь более коротко об этом рассказать. Те, кто не в курсе, я кратко расскажу, что это инструмент, который позволяет запускать скрипты без запуска самого динамо. И прежняя версия называлась 0.6.6. Последняя, это версия 0.7. И весь ряд нововведений. Нововведения номер один. Опять же, они все уже там на сайте у нас описаны, то есть можно про них прочитать, но я скажу. Поправили ли выбор текста в динамо 2.0? А что там было с выбором текста? Ну, посмотрим. Пока не очень понял, что было с выбором текста. А, он не выбирался, по-моему, да? Да, он не выбирался. Если честно, не проверял. Не знаю. Ну, нужно проверить, в принципе. Вот. Пока вернусь к дайна. Версия 0.6, она работала только с первой веткой, как только вышла вторая ветка, так как она имеет значительные отличия, в том числе и по формату файла, соответственно, версия 0.6 с ней несовместима. Плюс версия 0.6 не работала в Revit 19. Соответственно, версия 0.7, она работает и в 19 Revit, и она работает и во второй версии динамо. Причем, так как версии значительно друг от друга отличаются и могут быть установлены одновременно на компьютер, да, в Revit, то пришлось нам тоже эту возможность предусмотреть, и теперь получается, что версия 0.7 работает как со скриптами первой версии, так и со скриптами второй версии. Причем версия скрипта определяется в хранилище, и она вот здесь пустится D1 или D2, то есть вот эта дофи, которую я сохранял D2. И следующий момент, если у вас все-таки установлено две версии динамо, как у меня, и при этом вы еще не одну из них не запускали, давайте я сейчас запрою, пускаю, она снова запускается, то вы пока не сможете запускать скрипты, пока все-таки вы не активируете одну из версий динамо. Я, честно, хотел делать это автоматом, чтобы это делал D1, но, к сожалению, так не получается, потому что, ну, такие особенности работы ведра динамо, его на данный момент, при наличии нескольких версий, при наличии нескольких версий в системе, невозможно запустить автоматически, то есть вы должны вот взять и прямо физически вот этими вот своими вот руками нажать на кнопку, вот на эту, иначе ведро не запустится. И поэтому, когда у вас еще ведро не запущено, то вы можете видеть надпись, что пока еще нету выбранной активной версии динамо, и если вы попробуете какой-то скрипт запустить, то Дайна вам напишет, что вы еще не выбрали версию, у вас несколько версий в системе, вы вот сначала выберете, а потом будет, значит, работать. И, конечно, если вы при первом запуске выберете версию 1.3.3, то скрипты, которые D2, да, то есть второй ветки, они у вас запускаться не будут. Ну, то есть просто будет предупреждение, что у вас выбрана версия 1.3, а это скрипт версии 2, и они совместимы. То есть, Дайна не даст вам запустить более новые скрипты на более старые версии. Если же у вас выбрана версия 2.0, то тогда скрипты, конечно же, будут запускаться. Они просто будут превращаться при открытии, там как-то конвертироваться, но так как они не сохраняются, то какого-то ничего страшного не произойдет. Следующий момент – это работа с хранилищами. В настройках есть папки с хранилищами, и, в принципе, те, кто пользуется более раненными версиями, знают, что можно подключать несколько хранилищ, не обязательно одно, но это может быть несколько хранилищ с разными скриптами. Например, одни там, не знаю, могут быть для архитектов, другие для конструкторов, третий там какие-то общие, третий тестовые, третий там четвертый для бимотдела и так далее. И раньше, и меня это самого очень сильно напрягало, просто никак не доходили, хотелось не просто добавлять и убавлять папки, а хотелось их как-то временно включать и отключать. И такая возможность наконец-то появилась. То есть я могу себе набор папок задать и управлять, какие из них будут включены, какие из них будут отключены. А вот эту я включен делаю, которую у меня на дроббоксе, обратно включу. Мне кажется удобно. Что еще? Раньше кнопка динамо, точнее дайма была на вкладке настройки, а кнопка динамо и плеера динамо была на управлении. Динамо начал располагаться на вкладке управления вот с первой ветки. И меня тоже это немножко напрягало, постоянно туда-сюда переключаться, либо путаться. И на данный момент по умолчанию кнопка дайма располагается тоже на управлении в той же самой группе визуальное программирование. Причем на самом деле эта кнопка с надстроек тоже никуда не исчезла. Она просто сейчас по умолчанию скрыта. Если очень сильно охота, то можно ее показать на этой вкладке. Вот она появится, где и была раньше для тех, кто потерял. Для тех, кто не потерял, то я думаю, что она будет на вкладке управления более уместна. Ее, опять же, можно включать, можно выключать. Плюс добавилась такая небольшая тролль-функция. Это скрыть кнопку динамо плеера, если вы им не пользуетесь. Если вы пользуетесь только Dino Browser, просто чтобы не загромоздать место. Ну и зачем нам всякие тут ненужные кнопки. Правильно? Что еще? Наконец-то начала полноценно работать система обновлений. И теперь, если на сайте будет появляться новая версия Dino, то при наличии вот этого флажка, проверка обновлений автоматически, будет появляться сообщение, что появилась новая версия Dino, и можно будет перейти на сайт и ее сразу же скачать. Сейчас можно тоже запустить проверку обновлений. И он говорит, что обновления не найдены. Далее, еще одна достаточно такая функция, которую многие достаточно долго ждали, это плейлисты, потому что периодически в чатах появляются запросы, а можно ли как-то запускать скрипты пакетно один за другим. Вот мы сделали такой вот набор скриптов, и хотим их просто пакетно запустить и пойти пить чай. Ну, они вот долго выполняются, да, вот мне несколько надо запустить. Я BIM-менеджер, и я хочу произвести координацию BIM-модели. Среди мероприятий по координации есть мероприятия по, допустим, запуску нескольких скриптов, которые там актуализируют информацию, что-то проверяют и так далее, что-то экспортируют. Вот я могу теперь это сделать. И как это делается, об этом написано на нашем сайте. Делается это примерно в том же самом ключе, что и, например, в создании пресетов. Здесь есть отдельный раздел для плейлистов, находится в конце. Плейлисты. А плейлист — это файл. Это текстовой файл. Вот примерно с таким шаблончиком. Просто раздел пресеты и название пресета, скрипта. Просто по порядку, как они должны выполняться. Ну, я попробую проиллюстрировать. Например, у меня есть вот такие скрипты. Я хочу сделать плейлист с несколькими скриптами. Например, с тремя, которые там в каком-то будут в порядке выполняться. Я могу открыть эту папку со скриптами. Вот она. И я создам здесь новый файл. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давайте я лучше не здесь это сделаю, а через тупел командером. Так, если честно, проще. Создам новый файл. Его я назову, допустим, play01. И у него должно быть расширение DPL. Так же, как у пресетов DPR. Здесь просто DPL. Dynamo Playlist или Dynamo Playlist. Как угодно. Файл должен быть в кодировке .etf. Будьте аккуратны. Если у вас есть кириллица здесь. То есть, если у вас скрипты на русском языке, то кодировка должна быть DTF-8. И далее я просто скопирую эту заготовочку. Сюда. Вот. Тут у нас группа пресет. И просто название. Это могут быть пресеты. Это могут быть отдельные скрипты. Например, что я хочу. Я хочу, чтобы первым у меня, допустим, выполнялся KD-отчистка. KD-отчистка без расширения. Я напишу. А вторым будет выполняться, например, генерация части теста. Вот так. А третьим будет выполняться раскраска. Это вообще скрипты для другого проекта, поэтому они здесь работают. Но нам главное, чтобы они просто попытались запуститься по очереди. Сохраняю. И делаю Rescan. Вот здесь Torch. И появляется как бы новая папка. У нас могут быть и просто папки. Например, вот здесь я могу создать просто папку. Допустим. Фолдер. И туда что-нибудь поместить, например. Ну, какой-нибудь скриптик. Вот так, да. Сделаю Rescan. Вот. Появилась просто папка. Чтобы можно было отличать папки от плейлистов, они имеют просто разные иконки теперь. То есть это иконка папки, это иконка плейлиста. Ее можно тоже этот плейлист развернуть и посмотреть, какие скрипты в нем находятся. Я могу запустить скрипт как бы отдельно. Так, у меня версия, да, сейчас не запущена. Сейчас давайте запущу 1.3. Во-первых, можно просто как папку раскрыть плейлист и запустить скрипт в отдельности, как мы это делаем из отдельной папки. Сейчас выберу опять же запуститься. Либо, в отличие от просто папки, можно запустить весь плейлист целиком, просто-напросто два раза также на него нажав. Сначала начнет выполняться один скрипт, потом после него второй, потом после него третий. Вот первый выполняется. Остальные просто выдались с ошибками, они как бы дальше пошли выполняться. Ну, у них там ошибки, они просто много времени не заняли их выполнение. Если у скриптов есть формы, то есть у нас есть продукт, так называемый, Dino Studio, он позволяет делать пользовательские интерфейсы для скриптов. Если скрипты есть с интерфейсами, например, если вы используете квартирографию с нашего сайта, с моделями, не знаю, это у нас есть сайт, с моделями, называется он BIM-контент. И там, на самом деле, не только модели выкладываются, там выкладываются еще и скрипты, в том числе и сам Dino. И обычно те скрипты, которые мы там выкладываем, вот в квартирографии, они сразу идут с пользовательскими интерфейсами, вот такого рода. Так вот, если вы подобный скрипт запускаете в плейлисте, то понятно, что он должен выполниться автоматически, не должен вас ни о чем спрашивать, и такой скрипт будет выполняться в так называемом тихом режиме, то есть форма просто не будет показываться, а будут браться значения по умолчанию и уходить в скрипт. И еще одна возможность, которая появилась, это можно запускать скрипты принудительно в тихом режиме, то есть если я не хочу запускать скрипт с формой, а хочу его со значениями по умолчанию запустить, я могу это сделать, и тут у меня будет пункт запустить скрипт в тихом режиме без пользовательского интерфейса. Что еще? Остально плейлистов, их так же как и скрипты, их так же как и папки, и их так же как и пресеты, можно располагать на панелях инструментов. Я, наверное, сейчас не буду это иллюстрировать, просто чтобы время не занимать, но это все работает так же, то есть в файле с кнопками действительно, ну давайте что-ли попробую разместить, а в файле с кнопками можно действительно разместить и сам плейлист, при этом он будет выглядеть, ну по сути, тоже просто как кнопка и будет все это запускать. Не буду сейчас тачить на это время, и так уже у нас полтора часа. Вот, собственно, такие основные нововведения в Dino. Так что, если кто еще не знал, можете пробовать пользоваться. Вся информация есть, во-первых, на сайте BIM контента, там есть группа Dino & Dinamo, и там есть последняя версия Dino, ее можно скачать, и есть ссылка на обучающие видеоролики, есть ссылка на саму страницу продукта и на справочные руководства, на которые я вот сегодня заходил, где написано, как этим всем делом управлять, как настраивать себя и как организовывать свою работу со скриптами. Вот, наверное, это все, что я хотел рассказать. Если еще какие-то есть вопросы назрели у кого-то, то можете в чате спросить. Я думаю, что если еще какие-то вопросы возникнут потом, которые у вас сейчас еще не возникли, вы их опять же можете написать в нашем чате в Telegram. У нас есть чат в Telegram, между прочим. Он достаточно живой, он постоянно растет. Я надеюсь, ни у кого нет проблем с Telegram, да? У всех работает. И заходите туда. Ссылка на него опять же лишь на главную. Так, вон Таня просит показать студию. Показать студию, показать студию. Ну, попробую я ее показать. Я, правда, специально не настраивал это дело. Поэтому я, наверное, эту студию покажу, во-первых, отдельно, как интерфейс. Так, надо настроить расположение скриптов. Сейчас я это сделаю. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ах. Ну, тут тестовые скрипты. Ну, ладно. Попробуем сделать так. То есть все такое Dynastudio. Это инструмент, который позволяет создавать пользовательские интерфейсы для скриптов. И он выглядит примерно таким образом. Здесь у меня такое же хранилище, как и в Dynabrauser. То есть я также могу несколько хранилищ подключать. Все то же самое. И когда я выбираю какой-то скрипт, то появляется редактор форм. Если формы нет, то будет кнопка для ее создания. И я могу, собственно, тут размещать необходимые мне различные контуры, какие-то переключалки, кнопки, картинки, текст, еще чего-то. И самое главное, что я могу это все связывать с нодами внутри самого скрипта, с входными нодами. Те, что называются input. И уже настраивать входящую информацию из скрипта не как в Dynamo Player, да, вот через вот эти строчки все, а прямо из формы. Кстати говоря, я не упомянул, но во второй версии Dynamo Dynamo Player не работает. То есть они там его как-то не доделали, или я не знаю, что, но со второй версии Dynamo Dynamo Player не работает, он просто становится сереньким, не активным, и эффективно пользоваться невозможно. Что касается интерфейсов, можно также добавлять какой-то интерактив на эти интерфейсы, чтобы они, в зависимости от того, какие настройки им делаешь, чтобы они как-то по-разному реагировали. Я, наверное, сейчас, чтобы по-быстрому, по-быстрому это все показать, я даже не буду это показывать вживую, а покажу какой-нибудь видеоролик, например, в ту же самую квартирографию. Есть у нас видео, которое иллюстрирует, как с этим работать, и как это выглядит вживую. Сейчас я перемотаю. Вот сам скрипт квартирографии, вы можете скачать прямо с сайта, он там открыт, можете его пилить под себя, как хотите, делать с ним все, что угодно. И, собственно, тогда я этот скрипт запускаю, то появляется вот такая форма. Попробую сделать полный экран, не знаю, будет видно или нет. Полный экранный режим тоже должен включиться, я надеюсь. Вот. Да, то появляется такая вот форма, то есть это еще скрипт не запустился. Это форма, которая позволяет задать различные режимы работы скрипта, например, какие-то переключатки, которые могут говорить, как мы будем обрабатывать наши квартиры в проекте. Есть некий словарик, то есть наш скрипт, он работает не путем назначения на помещение, там свойств, квартирное, неквартирное, там живое, неживое. Он работает путем того, что мы задаем некий словарик имен помещений, и он по ним распознает, как с этим помещением нужно работать. То есть это все названия комнат, которые прямо за квартирами, это которые живые, это которые вводят балконы. И, собственно, также пользовательский профес позволяет контролировать правильность ввода вот этого всего дела. То есть это защита от дурака, чтобы нельзя было написать то, чего скрипт не переварит, или то, что не нужно писать. То есть если я список не через запятую пишу, или как-то тут начинаю что-то вообще не то писать, да, то форма не даст такой параметр завести. Она вот стала красной, этот вот контрол. И скрипт я смогу запустить, эти кнопки заработают только тогда, когда я правильно введу информацию. Вот, то есть я тут какую-то информацию вложу сейчас. Вот, могу здесь тоже переключалками эти коэффициенты менять. И, собственно, когда я запускаю скрипт, он как раз таки запускается, вот у него статус, и появляется промежуточное, скажем так, окно, которое показывает результат работы скрипта. То есть студия, она позволяет не только создавать диалоговые окна перед запуском скрипта, она позволяет их еще задавать и в любой точке скрипта. То есть скрипт выполняется, вам что-то надо показать, или чтобы пользователь что-то выбрал, да, или уточнил какую-то информацию. Это можно сделать, то есть диалоговые окна могут показываться прямо в процессе работы. И вот это диалоговое окно показалось перед окончанием работы скрипта, просто отчет о том, какие квартиры на каких этажах были найдены. И, в общем, статистика понимает, чтобы я понимал, как скрипт выполнился. Соответственно, потом, я говорю продолжить, скрипт свою работу завершает со статусом зеленым. Зеленый статус, это значит, что все нормально, ошибок не было. Если я выбираю какой-то другой режим работы, например, выбранные уровни, то у меня может появиться дополнительное диалоговое окно, которое меня попросят все-таки выбрать, а какие уровни я хочу анализировать. Сейчас попробую это дело перетащить. Я выбираю другой режим, картинка меняется, запустить и появляется сначала промежуточное окно, которое говорит о том, какие уровни я хочу все-таки анализировать. Я могу выбрать один уровень, могу выбрать несколько уровней с помощью просто-напросто контрола. И я, получается, выбираю второй и третий, да? Я говорю продолжить и скрипт срабатывает, сейчас он обработывается. И отчет, что на втором направлении был найден какие-то квартиры, их значения были заполнены. И самое главное, что, в принципе, изначально мы делали так, чтобы редактор, который позволяет все это делать, он был без какого-либо программирования, чтобы он был таким для домохозяек, да? Чтобы не нужно было обладать какими-то суперглубокими знаниями, чтобы это все делать. Единственное, что здесь, наверное, потребуется, ну, немножко более пристально изучить, это формулы. Здесь так же, как и в Revit есть система формул, когда я могу в какое-то свойство контрола задать не конкретное значение, а целую формулу какую-то, ну, как в Revit примерно. Ну, только здесь язык формул намного шире, чем в Revit, он более функциональный. Но в целом все примерно то же самое. Вот такая система, которая позволяет сделать скрипты еще более, ну, скажем так, похожие на полноценные инструменты и еще больше заменить плагинами или что-то подобное. Вот. Если вопросов нет, то я всех благодарю за то, что вы сегодня были с нами. Я вижу по составу участников, что, в принципе, люди прибывали и, в общем-то, все, кто подключился, они остались до конца. Поэтому спасибо вам, у вас много терпения. Я думаю, что увидимся дальше в каких-то следующих вебинарах. Видео, конечно же, будет выложено на YouTube. Мы его обработаем. Спасибо за данное. Вам спасибо, что используете. Мы его, конечно, обработаем, выложим. И там же на YouTube вы, наверное, тоже, я думаю, какие-то вопросы уже появятся, вы сможете задавать. И мы будем там уже стараться отвечать дальше. Ну, и, конечно, приходите к нам в чат, в Telegram. Там интересно, там идет общение постоянное, в общем, там весь жизнь. Все, всем пока, удачи.